Олимпиада закончилась, все ограничения сняты. На улицах Сочи местные жители стали снова замечать незаконных мигрантов. Замороженные на время игр дома начали достраивать и опять все те же гастарбайтеры. Помогать полицейским и сотрудникам ФМС выявлять мигрантов, которые трудятся в Сочи без документов и разрешений, теперь будут казаки и представители общественности, члены народных общин. Инициативу в администрации города поддержали. Просто люди за период проведения Олимпиады привыкли, чтобы был порядок. В созданных группах создано 11 групп, общая численность где-то группа средняя, 5-6 человек. Всего лишь один сотрудник, а в основном это представители национальных диаспор и казачества. В зоне внимания не только стройки, но и кафе, рестораны. Их владельцы, мигрантов из дружественных республик на работу берут охотно, считая дешевой рабочей силой. Гастарбайтеров чаще не оформляют, как этого требует закон, а значит бюджет не досчитывается средств от налоговых поступлений. Впрочем, как оказалось в ходе рейда, на хитрость руководители заведений идут, даже не имея в штате незаконных мигрантов. На данный момент в этом предприятии основной массе, замены на персоналы, работают граждане, приехавшие из других регионов Российской Федерации. Соответственно, так по разуму, они где-то снимают жилье, они питаются. И все это за 8 тысяч рублей. С каждым подобным случаем обязательно разберутся соответствующие службы. Впрочем, участники рейда проверяли не только соблюдение миграционного законодательства, но и нового антитабачного закона. С табакокурением, как бы, что профилактику это все проводится, как бы, люди даже сами подходят и говорят, ну, спасибо, молодцы, как бы, что действительно вот на пляже там делают замечания кому-то, там люди не реагируют, а тут мы подходим, как бы, все нормально, решаются все вопросы. Антитабачный закон вступил в силу 1 июня, но, похоже, пока не все рестораны стараются его соблюдать. Так, в одном из кафе на столах по-прежнему стоят пепельницы, их тут же убирают. В меню продолжают предлагать кальяны, что тоже теперь запрещено законом, так же, как и дымить даже на открытых верандах. Главное, что вы запрещаете, запрещаете. Не понимая, что вы вызвали сотрудников полиции, приехали, нас удавовали. Курящих на улице людей рейдующие почти не встретили, были лишь единицы. Пока же нарушающих закон о табаке в ходе рейдов не штрафуют, ограничиваются лишь разъяснительной работой. Но это только пока.